Хотели быстро разбогатеть, но это оказалось не так легко, как они предполагали. Полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в попытках взлома шести банкоматов. Они вскрывали защитный кожух, но до денег злоумышленники добраться так ни разу и не смогли. Впрочем, это не отменяет уголовного преследования. На допросе задержанные вину признали и рассказали, почему у них не вышло задуманное. Об этом Сергей Хайдаров. Они пытались украсть деньги из шести банкоматов. Первую попытку совершили ночью 20 марта. Подозреваемые сознались. Тогда вскрыли банкомат в одном из зданий на улице Шуртыгина в Казани. Спустя шесть дней то же самое повторили в поселке Васильево. А в ночь на 29 марта им приглянулся банкомат в селе Верхний Услон. Еще в течение недели подозреваемые трижды пытались похитить содержимое банковских терминалов в Казани, набережных Челнах и Нижнекамске. Во всех случаях слуумышленники выбирали наружный банкомат. Это расположенные, как правило, на улицах с небольшой проходимостью. Нападения происходили ночью. Вскрыв защитный кожух терминала, подозреваемые добирались до его электроники, справиться с которой не могли. Полицейские установили, что ко всем преступлениям причастны двое татарстанцев. Один живет в селе Пестрецы, второй в селе Чистопольские выселки. Обоим по 24 года. В Чистопольском районе обоих и задержали. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты самодельные приспособления, при помощи которых они вскрывали банкоматы, а также электронные устройства для подключения к терминалу. Помимо этого, полицейские изъяли флеш-накопители со специальными программами и радиостанции. Свою вину задержанные полностью признали. Говорят, хотели быстро разбогатеть, не прилагая к этому особых усилий. Но не вышло. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на кражу». Окончание следствия подозреваемые будут дожидаться под стражей. Сергей Хайдаров, Вызов 112.